В нашем городе прошло открытие мемориальной доски героя специальной военной операции. Спустя 75 лет после победы в Великой Отечественной войне, эстафетуме мужества принят Донбасс, жители которого вынуждены были встать на защиту правды и великой российской культуры. Мы, граждане России, великой многонациональной страны, обязаны были помочь. По-другому поступить было нельзя во имя справедливости и будущего нашей страны. В Амурском политехническом техникуме состоялось открытие мемориальной доски в честь участника специальной военной операции Валерия Глазко, который проявил отвагу и мужество во время боевых действий, защищая нашу страну от нацистов. На открытии присутствовали родственники, друзья, учителя Валерия, а также представители местной власти. Все они собрались, чтобы отдать дань и проявить уважение герою. Мы сегодня увековечиваем память Валерия Евгеньевича, тот, кто его знал. Одного общения было достаточно, мимолетного. Послушать его песни, пообщаться с ним, что это светлая душа человек. И неважно, сколько он сделал в своей жизни, он сделал самое главное и важное для любого мужчины, для любого гражданина своей страны, он отдал свою жизнь за то, чтобы мы свободно жили, учились, простили детей. Поэтому вечная и долгая память, и низкий поклон родственникам и близким за воспитание такого замечательного человека. Я помню, когда Валера пришел с новой группой, он был таким худеньким мальчиком. Но что мне в нем поразило, то, что он не боялся брать на себя ответственность. Был у нас просто маленький случай. Был у нас конкурс талантов, и первокурсники тоже должны были что-то показать. Ну, естественно, не все артисты, все боялись сцены. И он подошел и сказал, давайте я. И выбрал сам стихотворение. Стихотворение приобрелилось о родине. Потому что сам выбрал. Он таким памятью у него всегда останется. Это был первый выход на сцену. Он очень волновался. Но он выдержал. И навсегда это заходило. Хочу сказать, когда он пришел ко мне в студию, примерно 16-летним, тогда уже было понятно, что он наш творческий человек. Когда Валера выступал, его на сцене не поддерживал. Ни шоу-балет. Номера были в основном непостановочные. Хватало только Валерия и его голоса. Он мог слушателя унести в свои думы, каждого в свои думы, в свои мысли, в свой мир. И я хочу сказать, что это главное предназначение искусства. И это под силу не каждому взрослому исполнителю. И меня всегда удивляло, как такой молодой парнишка может так глубоко исполнять серьезные песни. А потом я поняла, потому что он вкладывался в каждую ноту, в каждое исполнение, в частицу своей души. Да, артистом он был, но еще и человеком, который оставил яркий след в душе каждого, кто с ним соприкоснулся, в том числе и меня. Пусть его жизнь такая яркая, его служение людям станет для нас всех нравственным уроком, уроком долга и чести. Низкий поклон нашему защитникам. И низкий поклон тем, у кого война отобрала самого доброго и близкого человека. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено вдове героя Валерии Глазко. В знак уважения к памяти героя минутой молчания почтили всех, кто отдал жизнь за свободу страны. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориальной доске. Глазко к мемориальной доске. Глазко к мемориальной доске.